Мы попросим зрителя выставить руку вот так и буквально за несколько секунд найдем ему 4 туза. Чтобы показать ментальный фокус, который просто снесет крышу вашим зрителям, вам не нужно покупать дорогущий реквизит, вам не нужно учить сложные техники внушения и вам не нужно использовать ассистентов. Такие фокусы и тем более их секреты найти достаточно сложно, но я нашел более 10 таких крутых фокусов в книге Преста. Она намного лучше, чем книга Психа, ведь она новая и я действительно рекомендую вам ее прочитать. Также перейдя по ссылке в описании вы получите скидку от меня в 65% на эту книгу. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг, добро пожаловать в новое видео. Сегодня в этом видео мы с вами разберем 3 фокуса, фокус Динамо, фокус Дэвида Блейна и фокус Криса Энджела. Если вы хотите почаще такие подборки от известных иллюзионистов, пишите об этом в комментариях. Можете написать хэштег «хочу больше таких подборок». Ну и я буду делать их почаще. Также поставьте лайк на это видео. Как только оно наберет 2000 лайков, я сразу же моментально выпускаю такую же подборку от этих же иллюзионистов, но с другими фокусами. Также обязательно досматриваем видео до конца. В конце вас ждет розыгрыш колоды карт и итоги предыдущего розыгрыша. Ну и соответственно, если вы видите меня впервые, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, так как видео с фокусами и подробными обучениями здесь выходят каждый день. Если ты не знаешь, где купить качественные карты для фокусов, переходи в магазин 54cards.ru. Там огромный ассортимент, только оригинальные карты на любой вкус и цвет, от стандартных до дизайнерских. Также есть трюковые колоды и есть мой фирменный набор Nero Young. В него входит колода Bicycle Standard, самая лучшая колода для фокусов, в этом видео я ее и использую. И соответственно, еще 4 специальные карты для особых фокусов. Также там быстрая доставка и отзывчивая администрация, поэтому смело переходи по ссылочке в описании и закупайся лучшими картами в лучшем месте. Мне понадобится ровно 4 туза. Я возьму их, мы можем дать их зрителю проверить, что они самые обыкновенные. Соответственно, и он должен выбрать главного туза. Например, это будет туз пик. То есть у нас есть буби, крести, черви и пики. Пики будет главным. Эти 3 так, пешки. И мы каждого из них накроем ровно 3-мя картами. То есть смотрите, 5-3-9, в общем мелочь какая-то. Этого 10 дама 7, поинтересней. Этого валет 4-8. И этого король 7-3. Вот так. Что мы сделаем дальше? Я попробую сделать так, чтобы главному тузу перескочили оставшиеся. Мы попросим зрителя накрыть рукой туза пик вместе с левыми картами. И смотрите внимательно за каждым тузом. Первый исчез. Но он не исчез, он телепортировался. Давайте попробуем с этим. Готово. И теперь с последним. Есть. То есть теперь здесь по идее должно быть 1, 2, 3, 4 туза. Тузы Криса Энджела. В этом трюке мы будем использовать соответственно 4 туза, как ни странно. И я буду разбирать самую простейшую версию без специальных карт, без сложных техник, чтобы каждый мог ее повторить. Дело в том, что эффект для зрителя здесь практически однообразен и особо не меняется. По крайней мере для обычного зрителя. То есть если вы сделаете это супер техниками, если вы сделаете это просто так, разницы особо он не заметит. Поверьте, проверял лично. И мы будем использовать 4 туза. Вы можете положить их наверх колоды. Соответственно я также разберу варианты, как можно улучшить все это дело. Но мы разберем такую basic версию. 4 туза сверху колоды. Вы можете их проявить любым способом. Например, вот так. Либо вы можете показать этот трюк в середине вашего представления. То есть, грубо говоря, у вас замешанная колода. После многих-многих фокусов. И вам не зазорно просто взять, по одному тузу вытащить и сказать, что сейчас я буду показывать фокус с 4 тузами. Это не занимает много времени. И при этом вы в этот момент немножко отдыхаете. И зритель тоже немножко расслабляется. Вам нужно дать эти 4 туза на проверку. Запомните такую вещь. Если вдруг у вас есть какое-то скрытное движение, которое вы делаете не очень хорошо. Например, пинки каунт. Или любым способом поставить брейк. Неважно каким. Если вы делаете это не очень, то всегда можно дать что-то на проверку зрителю, чтобы он был сосредоточен здесь, а не на колоде, в которой вы что-то делаете. Или там переворачиваете какую-то карту. Или ставите брейк. Поэтому даем на проверку, ставим аккуратно брейк на трех картах. Три карты, под них идет мизинец. То есть выдвинули, вернули назад, мизинец стоит. Все. Берем у него 4 туза и спрашиваем тупой, глупый вопрос, который ни на что в этом фокусе не влияет практически. Ну, именно с точки зрения эффекта. Какой туз будет главным? И вам в основном скажут, либо черви, потому что его выбирают чаще всего, либо пики, потому что она самая выделяющаяся карта из тузов, потому что значок огромный. Допустим, они выбрали пики. Ваша задача положить его первым на вот эти карты. И потом в любом порядке остальные. Теперь вы поднимаете пачку из 7 карт. Все, что вас должно беспокоить, это ширина. Видит ли зрителю, видно ли зрителю точнее, вот эта вот толщина карт. Это важно. То есть этот момент, он в принципе фиксится простой вещью. Когда вы это делаете, вы опускаете руки вот так. Соответственно, зритель не видит толщину, но также можно еще средним пальцем закрывать ее вот так. Но я все-таки всегда показываю практически в открытую, вот так. То есть толщина вот здесь видна, но я опускаю вот так. Вы держите это следующим образом. Здесь большой палец, здесь средний указательный придерживает. Ваша задача большим пальцем левой руки слеснуть и назвать мазь слух. Туз черви перевернуть. Туз буби перевернуть. Туз крести перевернуть. И теперь у вас здесь 4 карты. Ваша задача просто сравнять и также перевернуть. Таким образом у вас будет туз пики, 3 левые карты и еще 3 туза. То есть по сути, что вы сделали, вы заменили 3 тузов на 3 ненужные карты. При этом это выглядит для зрителя так, как будто вы просто посчитали туз крести, туз буби, туз черви, туз пики. Иногда я даже не переворачиваю этого туза, я сразу его откладываю сюда. И остальных якобы тузов, хоть здесь и 3 левые карты, но зрители-то думают, что здесь тузы дальше идут, мы кладем вот так. То есть создаем вот такую вот конструкцию. Что мы делаем далее? Мы говорим, что каждого из тузов мы накроем 3 картами. И я просто кидаю 3 карты на туза пик. Естественно, это 3 туза. Каждого накрываю 3-мя, 3-мя, 3-мя. Колоду в этот момент мы убираем, она нам не нужна. Что мы делаем далее? Обычно я беру и разворачиваю туза вот так. И прошу зрителя накрыть рукой главного туза вместе с левыми картами. Теперь я акцентирую внимание на каждой нижней карте. Это обязательно, потому что у зрителя должно быть такое впечатление, что тузы все еще здесь находятся. И вы именно отделяете эту нижнюю карту и делаете манипуляции именно с ней. То есть, если там уже все карты разные, то есть нет тузов, зритель бы думал, что мы просто сделаем оп-оп-оп, все, они исчезли и оказались у тебя под рукой. Но нет, мы должны акцентировать внимание на нижних картах, так как там должны быть, по идее, тузы для зрителя. Мы берем вот так и говорим, смотри внимательно, я сделал вот так. Оп-оп. Туз исчез. Самый простой, то есть вариант, мы отделяем, встряхиваем вот так рукой и разворачиваем отдельно. Готово. Склоп. Следующее мы делаем вот так. Я беру полную пачку и говорю, смотри внимательно за тузом. Оп. Готово. То есть, мы ее выдвигаем, эту нижнюю карту, можно вот так вот сделать. Показать, показать, что нет туза уже, то есть с одной картой. Откладываем. И в этот момент зритель может думать, что мы просто не нижнюю вытащили, мы щелкаем, показываем, что здесь туза нет. И последний. Я складываю обычно полностью вот так, провожу и поворачиваю, показываю, что туза также нет. То есть, сложили, встряхнули, повернули, туза здесь нет. И его нет здесь вообще. После этого зритель смотрит, и у него под рукой 4 туза. Опять же, как усилить немножко этот эффект? Также простыми техниками. Все просто. 4 туза, да. Мы делаем все то же самое. Первый, второй, третий и четвертый туз. Раз, два, три. Нам нужно убедить зрителя, что эти три карты точно не тузы. Самый простой вариант, как я это всегда делаю. Я говорю, и каждого из тузов мы накроем тремя картами. Этот, например, ну, 8, 7, 6 какие-то левые карты. То есть, мы убеждаем зрителя, что мы накрыли этого туза реально левыми картами. И он поверит, когда будет накрывать рукой, что он держит туза и три ненужные карты. Опять же, как это сделать? У нас три туза находятся сверху. Мы отодвигаем их, демонстрируя и говоря, что мы накроем тремя картами. И в этот момент мы ставим брейк, когда зритель смотрит сюда. Сравниваем и поворачиваем. И показываем вот так. То есть, аккуратно сдвигаем две карты. Здесь главное не запалить. Говорим 6, 7, 8. И называем слух карты. Говорим, ну, какие-то такие карты. И накидываем. Соответственно, сюда идут тузы. И это уже усилит этот трюк. Самый простой вариант, как его усилить. Мы будем использовать колоду карт. Часть карт мы пока что уберем в сторонку. Они нам понадобятся чуть позже. А эту часть мы можем дать зрителю перемешать. Как угодно. И он должен взять абсолютно любую карту. Например, он выбрал эту. Из всех этих он мог выбрать абсолютно любую. Он ее запоминает. И мы убираем ее куда-нибудь в центр. Вот так. Теперь эту пачку мы будем использовать чуть позже. А сейчас нам понадобится вот эта. Мы попросим зрителя сказать стоп на любой карте. Допустим, он сказал здесь. И важно, чтобы зритель просто посмотрел значение этой карты. Если туз, то это 1. Валет 11. Дама 12. Король 13. Ну, а цифры, соответственно, цифры. 9. Хорошо. Мы берем вот эту пачку, где есть карта зрителя. И посмотрим девятую карту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Карта зрителя. Итак, фокус Дэвида Блейна по типу Акана он выглядит, но довольно-таки необычный, потому что все практически выбирает и делает зритель. Нам нужно его подготовить. Опять же, здесь такая массивная подготовка достаточно. Мы берем, например, четыре девятки и четыре восьмерки. Либо вы можете использовать десятки и девятки. Без разницы. Что мы делаем? Смотрите внимательно. Пока что это отложим. Мы берем одну девятку, рандомную карту. Одну девятку, рандомную карту. Одну девятку, рандомную карту. Девятку, рандомную карту. Восьмерку, рандомную карту. Восьмерку, рандомную карту. Восьмерку, рандом. Восьмерку. Все это дело идет наверх колоды. Вот так. И вам нужно примерно прикинуть, сколько это карт. От самой колоды, вот так. То есть вам нужно будет уметь подснимать приблизительно такое количество карт, плюс-минус одну, не больше. Ну, две можно на всякий случай, потому что вряд ли зритель скажет стоп в самом конце. Но все-таки, чтобы обезопасить себя, потренируйтесь подснимать именно эту пачку. Можно, кстати, чуть меньше, вот если меньше, ничего страшного. Но если будет прям совсем мало, эффект будет супер смазанный. То есть смотрите, что мы делаем. Мы подснимаем вот столько. Например, смотрите, я подснял вот так. Две восьмерки зашло и четыре девятки. Этого достаточно. После этого мы просим взять зрителя любую карту. Он ее запоминает. Не важно, что это за карта, абсолютно, нам по барабану. Он ее запомнил. И пока он ее запоминает, проверяет и так далее, ваша задача положить эту карту на девятое место сверху. То есть мы это можем уже перемешать. Не важно, что там часть стака была. Нам на него уже без разницы. Сколько подсняли, столько подсняли. В момент, пока зритель запоминает, наша задача отсчитать. Группами по четыре, два раза, восемь карт. Поставить на них брейк. И попросить убрать в серединку. То есть выглядит это нормально. Мы как будто подрезали. Говорим, уберем в серединку, накроем, все. То есть сейчас карта зрителя девятая сверху. То есть все просто. Вот она. Мы сразу отпускаем колоду, что мы ничего не поддерживаем, ничего не контролируем. И теперь мы говорим, сейчас мы пока отложим, давай перейдем вот к этой стопке. Твоя задача сейчас сказать стоп. Запомните одну вещь. У вас через одну идут нужные карты. К примеру, вам нужно понимать, где находится нужная карта, а где ненужная. Где девятка или восьмерка, а где какая-то левая карта. То есть как это работает? Мы листаем и мы понимаем, это нужное, следующее ненужное. Дальше нужное, ненужное. То есть мы просим зрителя, скажи стоп. Он говорит стоп. Ваша задача понимать, что сейчас нужная карта находится здесь. Следовательно, он сказал стоп на этой, а не на этой. То есть зритель-то не знает, вот когда мы листаем, скажи стоп, какая идет карта в этом фоксе, это или это. И все. То есть давайте я, грубо говоря, переверну карты, чтобы было попонятнее немножко. Я знаю, что это супер просто, и вы, наверное, уже поняли, но на всякий случай, чтобы потом не было 300 комментариев, что я ничего не понял. Грубо говоря, как это выглядит. Скажи мне стоп. Мы должны следить, где девятки и восьмерки. Стоп. Мы должны знать, что наша нужная карта здесь, а не здесь. Из-за того, что мы отсчитываем, они идут через одну. То есть каждая нечетная карта проще всего. Считаем числа и на нечетных останавливаем. То есть зритель говорит стоп где угодно, но выбор за тем, что он остановился на карте, которая на столе, или на карте, которая в руке, идет за нами. И все. То есть, к примеру, скажи стоп. Стоп. Мы говорим, переверни вот эту карту и посмотри просто ее значение. И в этот момент мы ему объясняем, что туз единица, валет 11, дама 12, король 13. Как будто бы они могли попасться ему, чтобы он не думал, что мало ли там, что ему попадется. То есть девятка. Мы говорим, хорошо, возьми и отсчитай сам, посмотри девятую карту сверху колоды. Это если попадается девятка. Если же он останавливается на восьмерке, то есть мы листаем. Стоп. И давайте, допустим, такой пример. Мы говорим, ага, хорошо, на восьмерке. Неважно, здесь бы она была или здесь. Опять же, мы следим. Здесь мы складываем, нам без разницы. И мы говорим, отсчитай 8 карт вот сюда. Прям можно на эту стопку. Кстати, офигенно будет и оправдано, если на эту стопку отсчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И мы не просим перевернуть эту восьмую карту. А мы просим, после этого, когда он отсчитал, мы говорим, хорошо, смотри, что у тебя. Он смотрит. И это его карта. То есть, неважно, 8 или 9, он в любом случае попадает на свою карту. Мы попросим зрителя выставить руку вот так. И буквально за несколько секунд найдем ему четыре туза. Проявление тузов от Динамо выглядит следующим образом. То есть, у нас есть четыре туза. Это очень прикольное проявление. Его именно классно показывать на руке зрителя. То есть, очень-очень прикольно выглядит. И при этом оно супер простое. Только нужно выучить топ-шот. И то не его супер, ну, основную версию, а упрощенную. Мы ее разберем, но также в подсказке я прикреплю обучение подробное на топ-шот. Давайте перейдем к самому проявлению, как его делать. Подготовка простая. Мы берем четыре туза. Кладем их лицом к лицу. Вот черные, да? Вот так. И также красные. Вот так. Здесь нужен топ-шот. То есть, вот этот выстрел. Но вы можете его сделать упрощенно. То есть, подставить пальцы и забрать вот так. То есть, чуть-чуть буквально надавить и забрать. Здесь не надо прям делать такой далекий выстрел. Все четко будет и без этого. Потому что это будет моментальное все равно проявление. И вам вот это даже больше времени займет, чем когда вы просто заберете вот так. Ну, так объяснял сам Динамо, по крайней мере. Смотрите, что мы делаем. Мы держим колоду вот так. Большой указательный палец. Мизинец надавливает на верхнюю карту. Но при этом остальную колоду мы держим крепко. И мы забираем ее вот так. Показали. И теперь нам нужно вот эту карту вот так сюда закинуть. Только вот таким вот образом. Смотрите. Мы сделали топ-шот. Надо сдвинуть не вот так, то есть, а вот сюда. Вот таким вот образом. То есть, вот движение. Давайте это уберем. Оп. И все. Если вы даже на секунду запалите вот так карту, ничего страшного. Просто держите покрепче колоду и сдвигайте. И все будет четко. Потому что сразу ее закинуть туда тяжеловато. Вам нужно все-таки ее сдвинуть, отделить. И мы делаем следующее. Смотрите. Большой палец ее кидать сюда. А вот эти пальцы вместе с указательным перекручивают пачку. Вот. Само движение. То есть, смотрите. Оп. Готово. Что мы делаем далее? Здесь нам нужно будет забрать верхнюю здесь и здесь. Мы как бы перекручиваем все это дело вот так. При этом, естественно, держа вот здесь еще третью карту. Ну, смотрите. Сделали проявление. Пробуем помедленнее объяснить. Повернули. Можно на момент повернуть вот так даже, кстати. И вот здесь вот рука зрителя. И мы на ней разворачиваем все это дело. И можно кинуть, либо кинуть, ну, соответственно, в руку, в одну точку. И все. Получается, у зрителя лежит колода, и на ней четыре туза. Это очень-очень прикольно и классно. То есть, это простейшее проявление, но при этом оно выглядит необычно и красиво. Сделали топ-шот. Развернули. Можно здесь сделать прокрутку карты. И вот так вот раскрыли. Все. Готово. У нас был розыгрыш колоды Мемента Мори. И комментарий победителя вы видите вот здесь. А сейчас будет розыгрыш колоды Гламур Наггет бледно-розового цвета. Очень прикольная колода. И чтобы ее получить, все просто. Вам нужно поставить лайк под этим видео. Подписаться на канал, если вдруг вы еще не подписаны. Подписаться на мой инстаграм. Обязательно. Ссылочка будет на него в описании. И профиль. То есть, название профиля вашего в инстаграме. Написать в комментариях со словом участвую. Чтобы я мог потом с вами связаться и найти вас. Всем удачи. Пусть победит сильнейший. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Хотите больше подборок? Пишите хэштег «хочу больше подборок». И ставьте лайк. Как только набираем 2000 лайков, сразу же выходит еще одна подборка. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал. Посмотрите два предыдущих видео. С вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока.